итак это у нас подвал и сейчас мы вам покажем как мы установили водяной теплый пол в подвале мы сделали тут гидроизоляцию по периметру у нас здесь ленточное основание есть также посередине фундамент мы можем устанавливать еще дополнительные конструкции вот мы собираемся залить вот это все дело и потом вокруг вот этих вот заграждений будет происходить заливка мы будем ставить потом опорную стену здесь была старая задняя стена нам пришлось ее немножко подбарахлить но мы тут в общем все завязали нормально и связали все в одну систему укрепили фундамент здесь где лестница будет задняя дверь я также хочу вам достаточно быстренько показать перед тем как мы зальем бетон как же выглядит наш водяной теплый пол в подвале сразу хочу предупредить это подвал поэтому тут никто особо не заморачивался над тем как там раскладывать трубу разложили все просто согласно правилам соблюдая шаг укладки и закрепили на утеплитель мы подели это все на зоны у нас тут 200 погонных фут это 70 полных метров трубы на одну зону все это будет вот подсоединяем здесь к коллектору теперь никакого другого отопления тут не надо абсолютно достаточно водяного теплого пола вы благодаря коллектору можете управлять зонами как угодно и запускать это все так легко как бы вы включили обогреватель работа сделала достаточно просто но это повторюсь подвал и тут особо там мы особо не старались принципе хозяин сказал просто сделать нормально у нас было около 60 футов трубы на одну зону но мы решили принципе что можно увеличить и больше перед тем как заливать мы конечно же добавили в систему давления чтобы понимать что трубы действительно целостные с ними все в порядке вы седьмой уже залили все это дело и я хочу показать вам как это выглядит после заливки стяжки и вот мы закончили вот вы видите вот стоят временные опоры здесь будет достаточно мощная стена потом которая заменит эти опоры ну конечно же мы их удалим вот вы видите воду на бетоне то есть мы его конечно же увлажняем постоянно вот вы видите как выходят коммуникации водяного теплого пола там чуть дальше канализация вот здесь в принципе нас туалет будет потолки у нас восемь с половиной футов то есть тут таки в принципе нормальная высота примерно где-то 2 и 4 метра принципе достаточно неплохая высота во многих комнатах тоже такие такая высота у меня часто спрашивают какая стоимость этого проекта у каждого подрядчика будут разные цены но у нас около это 400 долларов за погонный фут я заработал вообще за эту всю работу которую тут проделал около 56 тысяч долларов ну это всю эту стоимость входит вот все что вы видели расценки вот на наши работы вы можете увидеть на нашем сайте значит срок сколько это заняло у нас заняло до 8 недель вот здесь на самом деле было много проведено работ подготовительных и конструкционных надеюсь вам это видео помогло разобраться в том как что собой представляет этот процесс сколько он вам обойдется сколько бы это будет по срокам и как это будет все выглядит в конце после выполнения наших работ спасибо подписывайтесь всего вам доброго хорошего дня спасибо пока 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 долол Продолжение следует...